здравствуйте уважаемые зрители сегодня покажу как можно восстановить видеокарту на ноутбуке с помощью обычного прожектора мощностью 150 ватт эту проблему можно именно артефакты можно устранить с помощью прогрева на прожекторе если видеокарта не включается то это уже немножко другое прогрев здесь не получит не поможет ноутбук toshiba a210 toshiba a210 модель к видеокарточка здесь уже было для отогрета нагрелась с помощью фена обычно не обычного специального фена теперь я хочу попробовать уже сильнее немного и прогреть с помощью прожектора отключаем все устройства разбираем ноутбук откручиваем крышечку откручиваем винчестер откручиваем так пей подальше и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кажется, все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще один остался. Есть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Откручиваем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Откручиваем еще винтик, который удерживает дивидером и толкаем его наружу. Вот. Вот наш дивидеромчик. Ставим в стороночку его. Аккуратненько переворачиваем. Винтики выпадут. Кажется, все. Стороночку их убираем. Проверяю, все винтики выпали или нет. Вот один остался. Смотрю внимательно. Вот еще здесь. Оказывается, не откручен вообще. Пропустили мы его. Переворачиваем и снимаем клавиатуру. Полосочку нужно снять. Под ней находятся несколько винтиков, которые удерживают клавиатуру. Снимаем аккуратнее клаву. Отключаем ее. Ставлю в стороночку. Откручиваем все остальные винтики. 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 включить на звук пока его еще не разогнал иногда бывает что остывание видеокарты начинает работать нормально но это ненадолго конечно я хочу проверить включаем смотрим система запустилась вот искажение есть вот такой у нас такие у нас артефакты пошли будем разбирать дальше значит так поехали кажется все винтики открутил можно поднимать крышечку извините забыл шлейфы отключить шлейфы на все здесь шлейфик маленький вот этот тоже есть и можно открывать еще держит теперь мы можем снять крышку крышечка снята не обязательно отключить вот почти разобрали отключаем вот этот шлейф отключаем шлейф предыдущий к дисплею и откручиваем несколько винтиков которые удерживают материнскую плату вот еще один шлейф и тядущий к портам usb отключаю его и можно аккуратненько поднимать материнскую плату если я все конечно открутил что-то еще держит а вот еще есть два винтика которые которые удерживают радиатор откручиваем неудобно немножко на камеру работать но как-то я вам сейчас это все покажу получилось еще нужно отключить плата wi-fi тоже может отключена здесь у нас еще один шлейфик снизу смотрите не оторвите как его идущий к дисплею монитор немножко поврежденный теперь снимаем материнскую плату корпус 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 ставим сторон теперь приступаем к снятию видеокарты для наглядности я сейчас на ней сделаю какую-то надпись чтобы вы не сомневались вот эти закрашу зеленым например откручиваем аккуратненько с материнской платы занимаемся уже непосредственно прожаркой прожариваем ее на прожекторе потом установим на место и посмотрим результат наша карточка материнскую плату ставим тоже стороночку пока что переходим к прогреву а извиняюсь еще нужно очистить вот термопасты старой удаляется спиртом спиртик например обычная тряпочка спиртик сейчас я найду спиртик и очищу открутили радиатор поднимаем аккуратненько отцепляем здесь у нас все в принципе порядке можно только очистить все старой термопасты щетка большие слои я счищаю щеткой кажется все здесь отлично протираем насухо и спиртик нужно будет еще прочистить тоже смотрите не перестарайтесь чтобы не раз не зацепить транзисторы маленькие такие и вот берем еще спиртиком хорошенько его зачищаем пожалуй все переходим к самому процессу прожарки наносим жидкий флюс плюс у меня сейчас есть вот такой bk 223 вот потом поставим на наш прожарка вот так вот сюда встанет значит флюс у нас должен быть где-то после того как немножко прогреется видеокарта я обычно поднимаю ее и переворачиваю чтобы флюс затек под все под весь чипсы под весь процесс видеокарты теперь поставим на прожектор проверяю как она стоит так включаем прожектор и немножко прогреваем после чего перевернем видеокарту видео карточку немножко перевернем для того чтобы флюс просочился под процессор уже начинает плавиться пожалуй можно уже немножко переворачивать пусть затекает под чипсет вот так я аккуратненько переворачиваю чтобы не сильно затекло чтобы не рассеклось по всей плате стараюсь чтобы она не растекалась в общем будем считать что уже все хорошо так теперь выставляем чтобы было ровно чтобы не было каких-то перекосов и включаем прожектор снова . даже . . . . . Немножко лучше. 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 Каждый навб wake. Немножко наним,agaEs. В данном случае. У меня ототломан порт VCR. Он разломался вот. О tread this fictionyillin. С помощью такого пистолета обычного. с клей. Клеевой пистолет вот такой. С помощью этого довخ пятового пистолета мы можем очень просто восстановить заклеить приклеить или восстановить это уже конечно будет практически навсегда наносим клей смотри я только внимательно чтобы он не мешал на руки много очень есть мест где клей может просто-напросто мешать при восстановлении у меня получается что не могу собрать ноутбуки из-за того что немножко переборщил склеем так и вот сюда можно еще немножко под низ накладем пожалуй хватит пусть засыхает а здесь можно чуть-чуть для укрепления еще добавить и пусть сохнет еще можно такой метод ремонта креплений с помощью клеевого пистолета подключаем клеевого пистолета сохнет возвращаемся к нашей видеокарточке и ждем дальше температура уже намного ниже но еще рановато еще трудно нужно немножко подождать нажимаем паузу ну вот прошло уже около 15 минут можно пожалуй снимать видеокарточку очищать спиртиком и устанавливать на наш новый блок щеточку возьмем это за затерялась желательно очистить флюз полностью если немножко останется не страшно все равно после такой процедуры видеокарты долго не служат месяц-два возможно полгода лучшем случае немножко очистим можно пробовать что у нас получилось пересчет в сухой частью тряпки протру сам чипсет у нас немножко запрезгал его флюз видно наносим термопласту и наносим термопасту термопаста у меня не очень хорошая но тут ее у меня много как это 8 обычная паста наношу ее много может будет вышли в видеокарте еще один если за видеокарта заработает я ее промажу качественно пока что для пробы достаточно яйца аккуратненько закручиваем все винтики на место как видите полосочка которую я помечал она на месте ничего не поменял так 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 Продолжение следует... Все. Прикрутили радиотор. Проверим видеокарточку на весу. Устанавливаю на материнку ее. Подключу просто к диска и подключу. Есть ли артефакт или нет? Несколько винтиков перекручу для надежности. Подключил. Можно подключать дисплей. Отключите дисплей. Отключите дисплей. Отключите дисплей. Отключите дисплей. Подключаем питание. Еще забыл подключить шлифт. Кнопки. Может быть это здесь. Вот сюда. Без него включить мы не сможем. Немножко приподнимаю видеокарту, материнку, чтобы дисковать процессор и пробуем включать. Две лампочки загорелось. Теперь смотрим на экран. Ну вот. Кажется все нормально. Артефакты исчезли. С чем я вас и поздравляю. Видеокарточка отремонтирована с помощью обычного прожектора. Вот наш герой сегодняшнего видео. Видеокарта. Ноутбук от Toshiba A210 заработала. Настолько долго я не берусь вам гарантировать, но поработать еще немножко можно. Все. Спасибо за внимание. До свидания. До новых встреч. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...